здравствуйте друзья наконец-то в ирландии прекрасная погода и я сегодня ездил на море и по дороге слушал замечательный альбом и вот спешу поделиться с вами моими эмоциями об этом альбоме сначала коротко что я нашел о нем в интернете и написал под обложкой альбома записи в знаменитый ван гелдер студия всегда звучат превосходно особенно приятно слушать большие коллективы а когда в составе оркестра есть орган это просто радость для любых ушей название альбома it's all your fault можно перевести это все твои ошибки или это ты во всем виноват слове альбома будет ссылочка на его сайт у него красивый сайт с массой информации там есть и видео и и очень много интересного перейдете кликнув по слову альбома и прочитаете подробнее об этом замечательном музыканте основной квартет отлично сыгран и три трека исполняет самостоятельно а пять других в составе специально собранного биг бэнда лидер записал три трека и сделал аранжировки вместе со своим другом дирижером который также помогал в организации музыкантов среди которых есть очень знаменитые имена в слове имена я спрятал ссылочку на интервью на интервью где он присутствует сам майкл и дон и где он рассказывает именно про всех этих музыкантов как они собирали этот большой ансамбль дело в том что а он играет вот в квартете который называется за грувер квартет они уже 20 лет вместе играют они очень хорошо сыграны этом майкл и дон на хаммонде эрик александр на тенор саксофоне питер бернштейн гитарист и джои фаршворд фарсворд фарнсворд на барабанах все очень знаменитые музыканты и они уже давно играют но вот здесь они исполняют три композиции как я уже говорил именно в составе вот именно квартета а остальные пять композиций они делают с оркестром и это очень здорово звучит потому что запись я уже как упоминал выше сделано в очень такой ламповый я бы сказал студии где в основном аналоговая аппаратура стоит и вот там кстати если я правильно понял там как раз стоит такой вот орган на котором еще там джимми смит когда-то играл вот и он очень здорово там звучит отстроен именно под это помещение и короче звук просто супер так что они подобрали специально вот вместе с этим другом дэниелс макрелл это вот его друг и аранжировщик и вот вот он умеет организовывать значит оркестры вот они собрались замечательный коллектив там имена вот я все имена здесь специально оставил потому что здесь среди этих имен ну половина это точно знакомые ребята то есть вот такие звезды что ой 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 я не буду их перечислять почитайте так сказать чтобы не мне не не ошибаться в прочтении фамилий как как обычно это бывает да ну вот так что лучше прочитайте я все это записал специально для того чтобы видеть где эти ребята встречаются еще когда-нибудь где-нибудь и я сразу вам хочу сказать что будет очень много ссылок я оставлю вам вам во первых ссылку на хендрика меркусина альбом который был записан по моему еще 2019 году и там играл еще сам джимми коп вот он уже сейчас к сожалению ушел от нас но вот джимми коп там играл майк лидон и питер бернстайн на гитаре и вот хендрикс меркусин на губной гармошке там просто замечательный альбом называется коп спокетс карман копса там действительно он джимми коп держит такой ритм это просто превосходно там я уже читал тогда значит обзоры делал вот так же как я сейчас читаю в виде подкаста можете послушать перейти и послушать альбом тоже разумеется разумеется майк лидон тоже выпускал альбом вместе с крышиным макбрайдом и с люисом нашим в трио тоже замечательный альбом ссылочка будет внизу кликните это все будет кнопочки эти кнопочки будут все в телеграме если вы где-то слушаете мой подкаст на каком-то другом сервисе там на ютюбе или в apple music то разумеется там эти этих ссылок нет надо вам перейти в телеграме там все эти кнопочки будут эрик александр имеет отличнейший альбом месяца strings он так и называется visa strings то есть с это со струнами струнный струнный там ансамбль вместе с ним просто замечательный альбом питер бернстайн совсем недавно в конце прошлого года 2020 выпустил альбом называется what's comes next что будет дальше вот это после пандемии имеется ввиду тоже замечательный альбом так там кстати питер вашингтон и джои фарсфорд на барабанах тоже ну и джои фарсфорд тоже выпустил еще по по-моему даже в начале этого года time to swing замечательный альбом который тоже советую всем послушать однозначно и который есть на моем канале и харалд маберн вот это шестая 6 ссылок будет почему я еще хочу отметить этот альбом потому что с ним вместе там играют и эрик александр и значит джои фарсфорд и так то еще ну да короче очень хороший альбом в том плане что харалда мамбера тоже кстати уже нет с нами но все равно все равно этот альбом чек я советую послушать потому что он примерно в таком же стиле наверное вот этот вот постбоп вот это не просто be bop а вот это постбоп это то есть это новый современный ббо вот то есть который приятно слушать сегодня именно сегодняшний ббок также вот я обозначая постбыпом вот именно это вот новый альбом Майкла Лидона, где он замечательно просто играет на Хамонде C3. Кстати, не B3, а C3 почему-то указывается. Я, кстати, если кто знает, какая разница между Хамондом B3 и между Хамоном C3, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно узнать, в чем там разница. Может быть, потому что просто C3 был там на студии Иван Гелдера стоял, поэтому он же громоздкий, очень большой этот орган. Может, поэтому просто он играл на нем. А в жизни он играет... Я вот раньше смотрел, что он использует Хамонд B3. То есть, вот, да. Ну, ладно. По-любому он играет хорошо и на пианино, и отлично играет на Хамонде. Причем он имеет свой стиль. И да, если Джимми Смита не слушали, обязательно послушайте Джимми Смита. Это один из первых людей, кто вообще начал использовать Хамонд орган в джазе. Это просто замечательно он играл, и у него очень замечательные альбомы. Уже везде можно их найти. Я постоянно к ним обращаюсь и слушаю. Мне очень нравится, как звучит вот этот орган. Все. Наверное, на этом закончу. Слушайте замечательный альбом. Кстати, он попал на первое место в чат Jazz Week. Вот на этой неделе. Я, кстати, еще не выложил. У меня не было времени. Я еще не подготовил обложку. Надо мне собрать картиночки. И я напишу десятку, выложу десятку лучших этой недели. И вот он там уже на первом месте этот альбом. Так что смотрите, следите за анонсами и следите за Jazz Week. Jazz Week, я повторюсь, может быть, кто не знает, это все джазовые радиостанции Америки. Они все как бы дают свою информацию, что кто крутил, какие альбомы, какие песни крутились, ротировались, так сказать, на их радиостанциях. И вот этот вот издательство или этот сервис, так сказать, Jazz Week, он собирает это все и вот расставляет. Есть там у них свои топы. Топы за год, топы за неделю, топы за месяц и так далее. То есть каждую неделю вы можете следить, какие альбомы подскакивают или наоборот уходят ниже по... которые, так сказать, более популярны или менее популярны на данный момент именно в Америке. Потому что там очень много радиостанций, около больше шестидесяти, по-моему, радиостанций, которые круглосуточно крутят Jazz. Все, пока. С вами был Константин из Ирландии. Всем хорошего настроения и погоды такой, как у нас сейчас в Ирландии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok